всем привет это подкаст и у веб-дизайн сегодня 25 мая 2015 года выпуск номер 39 всем привет и у нас сегодня на самом деле такой достаточно мягонький подкаст никаких таких супер крутых тем нет кроме например но у джесс и а и у джесс объединяются в один общий проект но знаешь будет громкая тема про html 6 отлично и рассмотрим 11 секретов повышения конверсии ваших сайтов погнали но у нас на самом деле сегодня еще и достаточно экспериментальный выпуск такой получается мы начиная с него начинаем многие вещи делать джинглами поэтому дополнительно напомним вам что наш основной спонсор это smartape.ru хостинг и подробности услышите сейчас в исполнении никиты ю веб-дизайн и хостинг провайдер smartape.ru объявляются в местную акцию спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50 процентов скидку на первые полгода зарегистрироваться нужно по ссылке в описании в личном кабинете в разделе товар услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать в поле промокод ввести ю веб-дизайн 50 процентов 6 м анлим и указать какой-нибудь период оплаты ты понимаешь как-то я под музыку так лег естественно но же такое у нас как обычно мы да надо продолжать но вообще до smartape это круто да надо да вообще да как обычно у меня короче говоря все все слова мои вспомнились которые знал не знал сейчас вообще серьезная тема сейчас все приготовились напряглись кто не знает что такое джесс фреймворки пошли читать что такое джесс фреймворки да особенно те которые на бэкэнде работают так вот а ее у джесс объединяется снова джесс вот такой был громкий заголовок 15 мая от пользователя под ником апельсин я только сейчас заметил просто смешно так несколько дней назад состоялось заседание технического комитета проекта а и о джесс на котором принято решение воссоединений снова джесс дальнейшем совместном развитии под гиды организации ноут фаундейшн так то есть разберем это предложение по составу во первых ее у джесс воссоединяется снова джесс это нам говорит о том что часть разработчиков ноут джесс в какой-то момент вот написано здесь всего полгода назад уходили и начали разрабатывать форк а и у джесс точнее не начали а продолжили и теперь они вернулись назад их заманили обратно ковришками а как вот как можно так взять и вроде ноут джесс это же типа open source или типа нет но я могу его взять и в другой на компании начать разрабатывать форк на сам ноут джесс не очень потому что вот joinet они не особо кого-то подпускали то есть ты мог им что-нибудь отправить сказать но они бы тебя скорее всего ты остался неуслышанным то есть вот собрались отделились и начали делать да да начали делать форк свой с преферансом и официантками ну так в общем какими ковришками они их заманили спросишь ты так и я тебе скажу хороший вопрос здесь ключевое слово ноут фаундейшн то есть организовали целый фонд по поддержке разработки ноута больных но как как обычно да то есть все через фонды делают кто фонды закинул бабки теперь будет неясно но тем кому эти бабки попали будет приписочка мы вам бабки даем но вот сделайте лучше вот так то есть на самом деле она с одной стороны очень здорово но с другой стороны появляется некоторая ангажированность причем она собственно и была с учетом того что joy and не особо кого-то подпускала там не хотела там развивать какие-то новые штуки версию 10 все еще там поддерживали 12 стала чуть хуже чем 10 по производительности то есть но у них были какие-то свои проблемы мы не то чтобы гений но у джиэса но в принципе да здесь есть ссылки на форум open.net так и тут много прямо рассказывали что вот значительных релизов не выходил сначала тринадцатого года последняя актуальная ветка десятого года основана на уже не поддерживая версии движка в 8 то есть чтоб ты понимал но все это вертится интерпретируется в движке в 8 который в основе хрома лежит то есть только двиган этот взяли и через него это все меня неужели не ничего не как бы не они обновляли не разрабатывали все же что-то делали вяло вяло очень все это шло тебе же сказано видишь что не выходил сначала тринадцатого года значительных релизов ты вдумайся то есть как раз когда мы с тобой узнали про ноу джиэс мы еще в вузе учили году так 2012 11 видимо тогда был расцвет золотой век ноу джиэс до после этого все медленно в упадок приходило и вот айо джиэс на самом деле до пятеро из семи чуваков ушло и он тоже там основывался на v8 только они обновляли его периодически и так далее и видимо хотели как-то энтузиасты были короче как-то хотели подшантажировать joint чтобы одни услышали их то есть если мы здесь перейдем на следующую новость то здесь уже рассказано про ноу джиэс фаундейшн что компания joint объявила об учреждении некоммерческой организации ноу джиэс фаундейшн так когда мы слышим некоммерческие организации всегда лучше оговориться потому что это для всех они некоммерческие для тех кто их учреждают они вполне себе коммерческие поэтому имеется ввиду что они не продают не торгуют колбасой да но в смысле что да они непосредственно у них нету модели монетизации что у них есть какой-то подписочный сервис или они каждый свой продукт копию продают или что такого у них нету таких вещей но им пересылают бабки типа вот по доброй душе так и кто же им присылает бабки там давай посмотрим да кто во первых куратором проекта выступит организация linux foundation которая уже умеет все это работать с фондами отъем денег производить интересованных лиц рэкетиры ты имеешь ввиду не обязательно рэкетиры они как бы это тоже это такая умелая торговля им перечисляют бабки они пытаются юлить выполнять не выполнять там условия и так далее но на самом деле это естественно это подковерные вещи они мало кому видны их может их могут только аналитики анализировать что вот там такие-то были заработки но не заработки а приходы у linux foundation и внезапно в этом году там как нибудь чего-нибудь начало развиваться ну то есть это все отслеживается на код кроме joy and в число основателей на уже с фондейшн войдут такие компании как ibm microsoft to doom paypal так фиделити и сэпп то есть в принципе то это же организации разной направленности то есть не то что-то microsoft войдет и apple допустим ну да но в конце концов ты ты просто вдумайся это microsoft это бабки microsoft поэтому в принципе я не знаю что от этого теперь ожидать но собственно мы же с тобой помним что microsoft теперь крутые cool kids ну да кстати я он прям все очень по-человечески так делает и все круто поэтому ну я не знаю я так понимаю чуваки которые из ноу джесса ушли пятеро вот этих они не знали что так получится в итоге потому что они там центровые и они просто небольшой шантаж устроили договорились вот видишь тут еще и компании вот этих 5 ibm microsoft paypal fidelity сап они видимо каждый с отдельной компанией договорились скажем чуваки ну мы там это подключаемся если чё вы давайте нам да 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 вы только нам денег дайте нормально поэтому короче провернули вообще и знаешь какая реакция скорее всего у тех двоих которые остались и не смогли никак свое мнение указать ну каоу щит вот примерно такая согласен представляешь они не хотели знаешь как сейчас их будут лоханить а я знаю как ты захочешь к ним в офис и будет вот так потому что все уже в ноут js foundation сидят просто и все но смотри и о это чё значит типа in out вот вывод почему и о джи инпут аутпут наверно да сейчас давай попробуем нажать на ссылочку но кстати говоря на ли ты любишь вот эти каверзные вопросы задавать я не знаю ответ и вряд ли когда-нибудь узнаю не ну ты на и о джи с . org зайди и мы все поймем там будет какой-нибудь знаешь там супер красота а не интересно будет там что мы объединились и вообще а смотря насколько они чтут вроде все да так они еще говорят о том что не экма скрипт 6 ноут комьюнити знаешь как хочется опять же сказать да согласен но они типа короче они-то крутые а нет вот написано 15 мая а и о джесс decides to join the no foundation то есть у них у них тоже есть такая новость причем они об этом написали на медиуме ну тип крутые пацаны понят они тоже cool kids как статья ну видимо но я повторюсь кто-то из них статьей возможно и договаривался поэтому возможно спал думаешь через постель сегодня там прошло даже войти так ну чё давай к следующей теме у нас знаешь короче тема следующая развенчивание мифов будет давай развенчаем парочку я открою следующая тема у нас типа как же она звучала-то типа знаешь первый взгляд на html6 и нам это предложили на века не ну реально то есть нас покажу мы же с тобой любим подскрыть на тех людей которые нам предлагают и говорить им спасибо но мы добрым словом в основном вспоминаем но здесь тоже она добрая какие-то шуточки давай евгений мельников нам предлагает первый взгляд на html6 окей вот мы зашли такие на хабре значит открыли и начали читать и как любой нормальный человек вот он читает вот там я сейчас открою на хабре но стоит того потому что там такая история там во первых картиночка мне нравится html6 и там типа в стиле обложек орили такая черепашка нарисована практически карандашом и короче говоря значит типа написано мне нравится что мы не морочим вам голову значит html появился все круто и где появился чего появился где что типа в этой цели уже выкатил первую версию нет ссылки мы как бы начали подозревать подозрения начались причем это с 20 мая статья недавно вообще свежак чувак следит видно на хабре сидит читает чувак с ником айоу стрим да да все значит окей значит чё мы начали читать читали 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 а на самом деле недавно мы в подкасте говорили про html типа next это типа будет дальше что будет дальше там не надо да немного там было спецификации там новые короче теги все такое досмотрели вот и тут я думаю но сейчас будет то же самое практически а тут короче пишу что типа html 6 будет обратно как ну мы его и могу сказать что обратно как принципе то это откат назад это ну мне кажется джурасик ворлд знаешь на в какой системе скорее всего придется работать с html 6 да я согласен что в принципе html это просто ну как бы точнее не x а xml типа на xml будет похоже вот x html он как раз перекликался ну и типа вот короче будет ты пишешь тег через двоеточие указываешь как бы как это сказать то здесь есть namespace html и все что идет через двоеточие это теги которые входят в этот в этот namespace чтобы они никак не перекликались с какими-то другими вещами которые будут в документе то есть вообще если подумаешь наоборот же html 5 наоборот они сделали отдельные теги для чего-то то есть не копили вот эту колбасу длинную опять что-то я сегодня про колбасу видимо короче вот а это тут наоборот я это все читаю понимаю что немножко бред немножко бред короче и думаю ну где найти просто гуглю в этой c html 6 нигде не нахожу никаких новых но нахожу короче ссылку на на 3 house а как мы сейчас это откроем мы так мы открыли оригинал потому что на самом деле перевод статьи у нас видно что перевод здесь еще чувак пытается реабилитироваться у него и кава и мод да вот здесь на дизайн тоже не ахти хрен на каком сайте так причем такие громкие вещи на комнате элиста партии должно быть там что-то еще и вот nv not fooling you мы не морочим на вам голову чувак перевел на ссылку забыл а ссылка ведет на этим 3 house который мы уже сто тысяч раз каждый подкаст мне кажется мы уже ним говорим и здесь те 1 апреля 2012 года что же нового будет в html 6 они возможно каждое 1 апреля какой-нибудь прикол новый придумают но вот 1 апреля именно 2012 года было проще мальчесть но просто и вот тут-то естественно просто ну видно что стёб реально ты читаешь и понимаешь что ну просто стёб хотя на самом деле и на хабре читаешь понимаешь что стёб ну допустим да но не понимаешь и не всегда понимаешь потому что здесь вот кроме того что будет вместо идишников сразу тег контейнер то есть прям в чистую как в xml и namespace и на самом деле namespace и возможно этот роллинг на веб-компоненты то есть это как раз те инкапсулируемые куски html кода в которых ты тоже хотел бы чтобы если вдруг где-то был айдишник такой же ну допустим вот ездить айди контейнер у тебя на странице но и в своем веб компоненте который ты хочешь использовать в разных проектах тоже есть айди контейнер так будет несоответствие но если у твоего веб компонента будет namespace никита с компонент так компонент то тогда эти два айди контейнера они не совпадут потому что они в разных namespace их находятся на самом деле есть в этом смысл вот недавно в php добавили namespace и чтобы функции с одинаковыми названиями не приходилось переопределять если они в разных namespace их находятся на самом деле это хорошая практика но не в том смысле когда в html 5 было одно и здесь в html 6 сделали совсем уже как бы наоборот другое то есть ну видно что это бред но не обожди чувак там пишет выйти поэта вы должны я сейчас я зачитаю это гениально пространство имен дают понять что в течение нескольких лет html 6 созреет до самостоятельной платформы программирования и произойдет php.net и другие подобные языки с точки зрения функциональности и сложности другие подобные языки .net это не язык это фреймворк для c-шарпа особенно если он наверное говорит про isp.net который для веб приложений сделается mvc я почему он для вас крипни чтобы еще вот до конца добить то есть он при html 6 превзойдет другие языки в которых уже есть namespace но он какого-то хрена превзойдет так что мой вам совет начинайте работать с html 6 немедленно и покоите его пишет автор статьи сейчас самое время сделать это пока другие не спохватились но есть шанс что он шутит но зрелишь он здесь пишет что обычно здесь как бы все ресурсы почему-то шутка но я вот не верю что шутка потому что это и здесь ссылка на инструмент html6 test.com тут надо я не зачет тут просто шестерок вот так из пятерочки еще сделано это смешно и если мы перейдем на html5 test.com так то внезапно у меня такой же будет результат как вы html6 а знаешь чё может быть это просто чуваки которые подмутились купили html6 они потом туда докрутят новые прикольные наверняка и рекламу еще повесить на ценз поэтому ну короче говоря чувак облажался либо тупой либо настолько это тонкий троллинг что все как думают что ты дурачок а причем думают в комментах то не нет в комментах верят ему в комментах на хабре реальных на хабре он сам первый же коммент пишет что я так понял статья полна иронии но содержит такие интересные ссылки видимо на html6 test.com так здесь естественно про теги сарказм сразу начинают шутить бла-бла-бла ставил вася пупкин работает бла-бла-бла там все такое тоже надеюсь что не взлетит здесь на полном серьезе обсуждают что скорее всего как-то ну не доработанный какой-то стандарт и возможно он не очень там крутой и так далее в общем короче если вы читаете даже тоже хабар хабар не всему можно верить и там надо смотреть все таки чё кого надо смотреть источник ну просто опера она поддерживает input type date time а мой сафари нет я не знаю даже как и как тебе помочь причем 12 опера 2012 года она больше чем chrome держит а ну короче not bad ну это это хорошо больше похож на фейк тут люди начинают подозревать тут все фейки в крайнем случае курьезы ну понимаешь раз это было на team 3 house и они поражали это 2012 так никто и не понял что это было на team 3 house и он ссылку сюда не перенес а это же хабар ты думаешь кто-то здесь серьезно смотрит источник из которого переводить возможно он специально это умышленно как злоумышленник но я тогда ему карму не должны так хорошо повышать согласен как как он хотел бы ну в общем это все странно пишите в комментариях че думаете поэтому кто дурак напишите возможно мы да а вы уже программируете на html 6 потому что это лучше потому что он превзойдет php и дот нет такие языки так давай и подобные языки а 11 секретов повышения конверсии boosting конверсенс и лен эксперт счета секрет это нам крутые чуваки будут рассказывать это да на веб-дизайнер депо нам расскажут крутые чуваки вот тут причем еще фичард имидж такой крутой что люди через обруч проходят и превращаются в бабки они соединены еще типа достаточно сюрреалистить да естественно они тугой строй другая струя клиентов понимаешь проходит через обруч который тёлочка несет тёлочка это мы с тобой так это веб-дизайнер обруч обруч это наш с тобой инструмент это сайт который в чистые бабки все это переводит так ну и чё эти дизайнеры сказать могут но они здесь пишут о том что типа вау-вау они крутые поэтому верьте им эндхендли например чиф контент офицер чиф контент офицер в маркетинг профс эта девочка н ну естественно так так вот и она пишет что мой самый большой совет для любых как как бы проектов это чтобы чувак который отвечает за контент самого начала принимал участие во всех обсуждениях и естественно ну как обычно и контент и закин то есть когда вы делаете дизайн надо его делать не слорим и псовами а с тем самым контентом который у вас уже будет то есть она об этом и говорит типа не скупитесь даже не столько копирайтера сколько просто чувака который знает концепцию как это называется продукт лид что-то такое который он будет приходить говорить где какой текст и с учетом этого текста уже разрабатывается дизайн и да здесь собственно это написано body good content стратегист and solid writer can inform the process of producing more effective web presence более лучше все будет если сразу работать с true контент так нил пейтл кофаундер crazy egg hello bar и кисметрикс но кисметрикс я слышал естественно все это слышали он помогает таким компаниям как amazon nbc gm hp и viacom короче серьезный какой-то чувак самое главное что здесь есть ссылки на все сайты этих чуваков и можно повдохновляться неплохо так да поэтому он он нам пишет про минимализм типа как веб-дизайнер самое крутое чего вы можете сделать это сделать такие крутые сайты которые круто выглядят ну-ка давай зайдем к нему у него минимализм или не на у него сейчас должно быть как на амазоне там все так то есть я должен чё ввести url допустим его беззайн.ru давай попробуем чё он нам посоветует он чё-то про я не могу здесь загрузочка там три ошибки четыре ошибки ну нет у нас там предостаточно вещей а он даже меня бесит собственно какие он скажет возможно я не знаю во первых его лицо перед нами он нам это отошлет понял i'm king kind of big deal он так он гений конью току big deal ну короче когда он amazon и hp помогает это же конверсионная это охрененно конверсионная это самая конверсионная чем видел свою жизнь поэтому он говорит нам о том что нужно сфокусироваться на минималистичном дизайне смотря на то что как как дизайнер мы хотели сделать все очень красиво и круто с точки зрения юзабилити надо сделать вот так как у него согласен фейковый прогресс бар который нам показывает фейковые ошибки да 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 там кстати давай сейчас ведем любое мне к ставлю там одинаково да я хочу я хочу сейчас попробую сколько у нас было ошибок ты запомнил 8 8 да ну давай какой-нибудь что-нибудь что действительно какой еще давай в описании .ру смотри там что-то затормозило в один момент как это сложно сафари у тебя сложно было 6 но только давай не 8 потому что это вообще будет подставнуха не 9 у тебя 9 может быть там у нас тоже мне казалось тоже 9 короче подожди я хочу прочитать как его зовут еще раз нейл паттель вот на эль паттель он молодец подожди она че хотел сказать там мне мне кроме того что красный сайт полностью если вот кто не видит кроме этого еще значит что на скулы да я согласен он гений ну давай дальше че еще там джон янт автор спикер маркетинг-консультант спицы мужа муж сын дочь один из самых хороших способов делать лучшие сайты это задавать хорошие вопросы кому по поводу юзабилити потому что он опять же пишет что дизайнеры в основном думают о том что у нас в визуальности и когда короче когда надо спрашивать тех людей которые зайдут к вам на сайт взять просто батю своего или маму а они будут к тебе на сайт заходить ну вот к ней полет я думаю даже они там все поймут поэтому вас скорее всего но нет твою целевую аудиторию здесь имеется ввиду но у меня мама и батя они целевая аудитория вообще всего поэтому они точно отличат где бред где не бред где не понимают просто но это такая нормальная метрика вообще попросить кого-нибудь из не айтишников еще и на каком-нибудь говно интернете куда-нибудь на сайт зайти как как попросить просто пригласить к себе домой или на улице стоять или все-таки соцсетях ну соцсетях не тема ты же помнишь как учили там чуть ли не камерами снимать как чувак реагирует как у него руки задрожали когда у тебя долго грузится как у него глаз задергался как он биту взял а ну вот это все да что потом было чем в суде предъявить за то что ты его с не за то что да ты его снимал понятно но чувак говорит такое то есть да здесь достаточно очевидные вещи давайте прочитаем самый последний тут длинная дэвид си смит менеджер партнер это валенс поинт специализируется на консультировать это специализированная консультирующая фирма которая помогает маленьким бизнес владельцам увеличить свою ценность и продажи нарастить я считаю что две очень важные ошибки которые часто делают когда работают веб-дизайнеры это делать что это делать хреново это на нет это делать короче говоря он по-моему не конверсионный пишет он как-то так пишет что хрен пойми что он хочет сказать во первых это образование кого за этих веб-дизайнеров они ошибочно верят что их продажу кастомеры их покупатели вообще знают в дизайна креативный процесс а причем здесь это то вообще то есть господин дэвид смит не очень как-то он менеджен партнер этого lens point поэтому в общем надо учить собственных покупателей какими-то методами какие именно решения им принимать и почему это важно то есть видимо на сайте или там в брошюрах где-то показывает что наш продукт хороший потому что вы на самом деле даже не знаете что хорошие продукты это те которые вот то-то и то-то короче говоря нужно учить и the second is communication он мне кажется начитался точнее не начитался насмотрелся вдохновлялся на стивом джобсом тот же тоже все учил там это но смысле что вот этот его девиз что люди сами не знают что они хотят нужно им показать что они хотят я что-то недавно значит вспоминал что помнишь было на презентации бомба еще когда был жив сам стив он показывал что короче у него ipod помещает единственная вещь который помещается наш в маленький карманчик на джинсах ну да да который я до сих пор не знаю зачем его придумали да да кстати это можно наверное загуглить но я не в курсе там будет что ковбоев патроны они туда клали последний патрон ну причем один для противотанкового ружья торчало туда 50 калибра но нормально но нет скорее всего а ну да джинсы же это старая тема может быть что-то подобное но да я помню что ipod mini когда первый вышел он еще был такой длинный на самом деле ни хрена не мини да кстати то есть он но он был не знаю сколько на сколько сантиметров ну короче говоря по сравнению с теми большими ipod ами которые тогда были жесткими дисками он был довольно таки мини и он да он объяснял что это это прикольно но и communication если каббал тоже применить то они через большое количество всяких билбордов они же там к тебе обращаются через людей у них даже реклама такие что люди теперь рассказывают как им хорошо там инвалиды что если бы не был но мы бы там не видели мне не слышали мне нравится что что если у нас даже нет в темах в тех подкаста про apple мы все равно ее сделаем ну потому что 11 секретов повышение конверсии о чем тут говорить но короче посмотрите ознакомьтесь чуваками заходите на ссылки сайтов их них их них именно и чё они там сами делают и чо кого тут прикольно вообще и причем 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 чем идем дальше можно дальше дальше у нас прикольная тема мне она сильно нравится возможно мои любимая серьезная тема твоя любимая про 68ót но говоришь про меты короче юник а это консорциум целый более кода есть defend wtedy nikkod consorцию ну это тоже типа фонд только консорциум это такое сообщество как акционер на общество, только консорцию. Так вот, они подтвердили 38 новых Эмадзи, которые будут сделаны. К выходу Кинекод 9.0. То есть, чтобы вы понимали, на самом деле в Японии Эмадзи, их такое миллиардное количество. То есть, они-то там уже все, что хотели себе нарисовали. Это просто стиль нарисовки смайликов. А те Эмадзи, которые мы все с вами знаем в телефонах, в каких-то в соцсетях. В Твиттере, да-да-да. Они все Юникодовские. То есть, там Юникод конкретно таблицу прописал, какие должны быть, как они примерно должны выглядеть и так далее. Здесь написано, что эти кандидаты все еще не утверждены окончательно, но вот такие... В середине 2016-го они хотят, типа, выпустить новую, девятую версию Юникода. И, короче говоря, кандидаты. Давай, я не знаю, сразу перейдем к картиночкам, как это все будет выглядеть. Какие кандидаты в кандидаты. Кандидаты в кандидаты. Здесь, собственно, показывают о том, что предлагаются вот такие как бы схематичные вещи, а художники, то есть вот те Эппловские Эмадзи, которые в айфонах, и те, которые у нас в Твиттере опенсорсные, они же чуть-чуть разнятся, но все они подходят под определение Эмадзи, потому что они, ну вот, похожи на вот эти... Кстати, почему бы каким-нибудь русским чувакам, какому-нибудь, опять же, Лебедеву, не сделать пак Эмадзи российский, знаешь, со звездами, там, с флагами. Ну, это сложно достаточно. С ракетами, с Гагариным. Но это уже... С Полиной Гагариной. Полиной Гагариной, я только вместо принцесски, которая с короной. Ну, и корона у нее уже улетела. А, ты имеешь в виду заменить? Нет, я не то, что заменить, а просто как бы пак. А смысл? Он же никуда не встроится. Юникод его не очень примет к себе. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вдруг его их везде напихать, как, знаешь, как на Кока-Колу вот эти надписи, только вот эти хрень. Ну, ладно, короче... А вдруг вот так будет? Не, ну, смотря, сколько ты денег попросишь за это. Ну... И у кого? Короче, вот, вот кандидаты от Юникода девятой версии. Типа, что может быть? Во-первых, опять же, ковбой хэт. Face with ковбой хэт. Тут что-то про ковбоев, а не им понравилось. Потом клоунские лица всякие, ржущие чуваки. Потом... Это ржущий, ты считаешь, чувак? Нет-нет, я все-таки вот это rolling on the floor. Ну, это классика. На форумах всегда был такой чувак, который сильно ржет. Да-да, типа лоу. Я не знаю, причем, как его без анимации попытаться нарисовать. Ну вот. Еще и в маленькой. Ну, так ты же понимаешь, что это крупно достаточно. Если это меньший масштаб сделать, то ты и хрен поймешь, что там вообще происходит. Мне нравится чувак, который типа lying face, он с длинным носом по Пиноккио. Мне нравится call me hand. Мне казалось, что call me hand это какой-то же организм. Слушайте, это какой-то, знаешь, как будто, ну... Ну, эфемизм ты имеешь в виду. Да. Но нет, на самом деле просто можно его отправлять, типа, ну, позвони. Ну да. Или просто звони. А у нас в России это выпьем еще означает, знаешь, типа, выпьем. Ну, нет-то. Я-то знаю. Ну, короче, селфи. Естественно, селфи будет типа такой. Ну, про это нормально. Это прикольно. Селфи даже тут не сильно понятие. Ну, то есть, в какой-то момент ты как бы для себя определил, что это селфи. Угу. Но в какой-то момент, когда ты первый раз видишь маленькую, может быть, ты даже и не поймешь, что это такое. Так, там будут всякие, естественно, брофисты всякие различные. Рука пожать, а я жду. Оно напрашивается. Нету, что не было. По-моему, было, но может и не было. Я сейчас даже попробую посмотреть. Так, подожди, давай. Есть у них комментарии? Нет, у них нет комментариев. Нет комментариев. Нет, давай еще что-то из такого из прикольного. Фейспалм, понятно. Мэн Дэнсинг, понятно. Это из Скайпа. Интересно, из каких из этих будут с черными, там, с метисами, с мексиканцами? Мне кажется, многие. Вот, например, чувак в смокинге должен быть. А принц? А я вообще не понимаю, что за принц. Чувак и не выглядит как принц. Это мы, возможно, что-то не знаем. Ну, корона, я... А, это корона. Я думаю, это повязочка, как у теннисистов. И это у него потные волосы наверх забрали. А, ну нет, это слишком... А, да, вот. Тогда, да, если это корона, то я понимаю, почему это. Ну-ка, подожди, давай, что после скутеров? Скутеры зачем-то? Мотор, скутеры? Какая разница, какой? Вообще, скутеры, это первые, это типа самокат. Ну, видимо, нету в английском языке слова самокат. Самокат, самовар. Так, black hat, круассаны, авокадо. Зачем авокадо? Огурец, бекон, картошечка, fox face, duck, shark. Ну, мне, в принципе, они все миленькие такие. Я даже не могу себе выбрать, какой-нибудь больше всего нравится. Только принц, похоже. Полукровка. Не, мне больше всего нравится, честно скажу, рукопожатие, потому что оно прям по рукам. Можно вместо, а я, кстати, часто использую фразу по рукам. Но вот вместо этой фразы можно использовать его. Почему бы и нет. Окей, ну чё, тогда к нашей любимой, наверное, к нашему блоку. А какая у нас, интересно, любимая? Ну, любимая, конечно же, WordPress какая-то. Да, про WordPress. И у нас одна громкая, одна вообще не громкая. Новости про WordPress. Опять же, происходит как-то не очень много. Ну, хотя, опять же, вот сейчас мы откроем первую новость. И для кого-то это очень много. Для кого-то Automatic покупает WooCommerce. То есть, на самом деле, всю WooThemes покупает. Здесь заголовок просто кричащий, что плагин покупает, но вообще покупает всю WooThemes. Надо рассказать, что такое WooCommerce тем, кто сидит на Дурпале. WooCommerce — это плагин для магазинов, для реализации магазинов на WordPress. И здесь пишут, что около 30% e-commerce сайтов работает на WooCommerce, ну, который использует WordPress. Ну да, то есть, кроме этого, я так понимаю, e-commerce еще есть плагин? Да, наверное. Ты сейчас опять не надо мне этих каверзных вопросов. Какой-нибудь... Ну нет, OpenCart — это отдельная CMS. Ну окей, купили. Ну какие-то есть, скорее всего. Ну и AutoMedic покупают вместо просто одного плагина, купили сразу все. Потому что, видишь, Мулинвек подтвердил, что и просто WooThemes, и Sensei. Что такое Sensei, понятия не имею. Это учитель по-японски. Да ну нахрен. Ну и чё? Это плагин для обучения. То есть, ты накатываешь его и через него продаешь Learning Management плагин for WordPress. То есть, в WooThemes-то они сделали несколько годных, так скажем, продуктов. Ну нет, естественно. У них как бы и тема есть. Они же WooThemes, в конце концов. Да-да-да. И плагины. WooSlider я даже слышал. Так ты понимаешь, пока мы еще не посмотрим, так дойдет до того, что AutoMedic всех купит таких. Просто все themes. Будет покупать, знаешь, гуглить WordPress themes и покупать всех. А смысл? Он здесь купил ради WooCommerce, потому что это реально лидер на рынке и они хотят сконцентрировать просто все у себя. А если, знаешь, какую-нибудь политику крутых, вот чуваки, которые сделали какую-нибудь АВАДу, так крутая тема. Но имеется в виду, что чуваки, которые делают крутые, супер премиум темы, их что бы они делали для Automatica, для WordPress.com премиум пакетов. Ну, кстати, да. Не знаю. Мне кажется, темы делать проще, чем реально уже покупать существующие бизнесы, потому что WooCommerce-то это бизнес. К нему много дополнительных плагинов они продают в WooCommerce. Да. То есть это ты не просто покупаешь людей, как бы хороших специалистов. Ты покупаешь уже готовый бизнес, который ты можешь, который у тебя есть ресурсы продавать. То есть ты представляешь, они на WordPress.com добавят фичу в магазин. Это ужас будет. Они вообще, эти чуваки же типа самые неденежные чуваки. Кто эти? Automatik? Ну да, типа. Как тебе сказать? Это у них WordPress Foundation. Это, опять же, не коммерческий фон. А сами-то Automatik еще какие денежные, потому что WordPress.com он там до сих пор Потому что Jetpack? Ну да, да. Вот это все. Они на 20-м или 30-м месте находятся в Alexa-ранке. То есть в 20-ке самых посещаемых сайтов мира. Это крупная сеть. Поэтому то, что они не самые денежные, это ты преувеличил, конечно. Ну да, окей. Ну короче, купили. Вот счастливый Mullenweg стоит такой с рюмочкой. Давай попробуем. С рюмочкой белого. Да. И как бы вроде водочка, но... А нет, хотя я даже не понимаю. Нет, нет, желтоватый. Возможно, текила. А текилу прям пьют? Ну, вискарик темней. И он уже в футболке... Самое главное, он уже в футболке в WooThemes. Да, да, да. А я так понимаю, в толстовках, наверное, это из WooThemes чуваки, они в WordPress-овских, а он же в Woo. То есть тут как бы они все правильно сделали. Ну, типа да. Типа случайность. Чувак на Брэда Фроста похож. Может быть, и он, да. Короче говоря, все. Свершилось. Тут тетки еще есть. Это какой-нибудь отдел кадров. Да, это да. Ну, давай. Ну, нет, давай с тобой подумаем, к чему это приведет, кроме того, что на WordPress-коме добавят магазин. Угу. К чему это может еще привести? Допустим... Да, собственно, они все эти фичи могут теперь добавлять на WordPress-ком. Допустим... Нет, допустим, в... Ты устанавливаешь себе когда-нибудь в 2020 году какой-нибудь WordPress 7, и там уже включен WooCommerce. А, что они в ядро это включат. И вот сразу, как только ты накатишься в WordPress, тебе сразу будут предлагать кучу платных настроек, без которых ты жить не можешь. Ужасное будущее. Звездолеты летают, и вот такое дерьмо. Да, мы еще должны как бы представлять, что нас тролли какие-нибудь плетками погоняют в Мордоре. Да, да, да. И мы делаем сайты на WordPress, в котором сразу в WooCommerce тебе предлагают платные расширения. Ну не, мы ничего против, на самом деле, не имеем в WooCommerce нормальный плагин. Это просто как бы... Вот когда вот все это засирают, так скажем, вот продажными вот этими своими вещами, это плохо. Ничего против не имею. Ну вот да. Ну не знаю, ладно. Переходим к следующей теме. Она не настолько шокирующая, как Шакира. Как Шакила Нил. Да, Hooker. Есть такой ресурс Hooker. Как мне трудно догадаться, он рассказывает про хуки, о которых есть в WordPress. А другие, кто может, знают, как переводить слово Hooker, они про другого. Ну они, да, в принципе, это тоже оно означает. Вот Hooker переходит в статус бета, они обновили интерфейс и добавили поддержку 800 плюс плагин и тем. 800 плюс плагин и тем. Слющий, а что это дает? Ты можешь зайти и посмотреть, какие хуки используются, например, в 2015. Ааа. У них есть именно функции, точнее, экшены и фильтры, которые только характерны для 2015. Ааа, так это вообще эту А, Genesis? Нет, я проверял. Здесь пока только, видимо, что используется. Ну видишь, это бета. Что такое? Надо им писать. Вот сейчас писать им. Да я на самом деле, ну на Genesis-то мы тоже уже нашли. Есть как бы ресурсы. Ну пусть все равно. Ну, я думаю, они как-то проанализировали, что больше используется, потому что, ну и вот на каждой можно нажать, и здесь будет показан сурс, где это, что используется, что возвращает, какие параметры. Типа с премьерчиком даже, да? Да-да-да. Блин, ну слушай, это они какие-то прям, прям какие-то гении. Ну, как тебе сказать, на самом деле, они написали парсер, и чувак сказал, вот этот вот Explode Beats, или Explode Beats, это их компания, нет, Кристофер Сенфорд, вот этот чувак, он сказал, что в первую очередь написал это все для себя, но так уж получилось, что просто он решил... А что, он все это использовал, интересно, нахрен он для себя... Он написал для себя парсер, который все сурсы WordPress'а спарсил, и ему вот так удобный референс вывел для того, чтобы он знал, какие есть функции, какие хуки и так далее. Понял, понял, понял. То есть здесь, видишь, hooks, actions, filters. Короче, можно заходить и подглядывать, типа, туда. Ну, да, если тебе нужен непосредственно WordPress, то здесь вот оно, ядро, причем разные версии, он 6 последних версий поддерживает, 4.1.1, 4.2 там и так далее. Много плагинов, например, BuddyPress, кстати, WooCommerce в том числе. То есть для тех, кто не очень разбирается, к каким экшенам в WooCommerce и что привязывать... Там, кстати, ни одного хука нет вообще. вообще ни одного. Тут только на одном. Ох, ё-моё. Да-да-да-да. То есть тут... В общем, это вы понимаете, да, какой функционал у WooCommerce, если столько хуков? Большой. BeforeCard самый хороший такой экшен. Вывести там, ты лох, BeforeCard. Перед, да, перед корзиной. Ну вот, да, показано, что он описан как DoAction и здесь пишут, как это применять, что на этот экшен вешать свой callback с такими-то приоритетами. Make action magic happen here. Написано, в каких версиях этот хук используется, кстати говоря. в 2.3.3 он поддерживается и что типа, в принципе, везде можно даже смотреть, какие изменения он притерпел. Возможно, в 2.3.3 он выглядел, но нет. А, даже можно нажать тут и... Да-да-да-да-да, и смотреть... Что было? Причём, здесь активное то, на чём выбрано, красным. А мне кажется, что красное посещённое. Мне тоже казалось. Точнее, не посещённое, а несуществующее. Да-да-да. Что в 2.3.7 есть, но статьи ещё нет, как на Вики. Это да, это нас... Дерьмовый юзабилити. Ну, это так уже, придирки небольшие. Ну, у нас ещё какие-то есть вопросы от зрителей, я так бы это назвал, от слушателей телерадиоэфира нашего. Ну, давай, давай. Нам, во-первых, так, Евгений Мельников, ещё раз спасибо за HTML6. Подожди, давай, а где у нас эти темы записаны-то? Вон там написаны, на экране. И первый у нас PHP7, да? Да. PHP7 мы с тобой уже обсуждали, причём чуть ли не... А, ну нет, это слайды, это слайды какого-то, чувака. Мы с тобой обсуждали большую инфографику и вообще, в принципе, об этом говорили, я сейчас себе помечу, что... У нас вообще, у нас это просматриваемый и прослушиваемый подкаст про PHP7, на самом деле. Да, я не слышу. И там мы в этом же подкасте говорили про рабочее место веб-разработчика, там, короче, ты это всё записал. А, ну понятно, понятно. Я пишу сейчас, что на 42-й минуте дать ссылку на PHP7. Так что мы немного... Ну и что это за презентация? Давай, мне цвета уже нравятся. Да, тут как-то так. PHP7 is coming. Давай. 68 слайдов о том, чё, как, Ну там, наверное, почему не 6, там... Самое главное, зачем в этой презентации некоторые картинки, знаешь, как в нормальных презентациях картинка, а ты говоришь текст. То есть план у него записан. Да, но тут не все такие. Ну, короче говоря, мы много уже обсуждали, здесь чувак уходит вообще в глубины. Ну это, я так понимаю... Например, вот про оператор два вопросика. Это, я так понимаю, серьезная презентация была где-то серьезная. Жульен Паули об этом говорит. Он Жульена любит. 13 мая 2015 года он выложил. И он software engineer в CENCO Labs. Главное, чтобы не 1 апреля 2012. Да, на это надо теперь проверять все, что нам предлагают. Если сурс 1 апреля 2012, то, скорее всего, правильный. Так, следующая тема про www. Дима Шулешов нам предлагает рассмотреть ресурс www. Ты не представляешь, мне, мне кажется, в какой-то рассылке практически на Surfing Bird или на Хабре вот такое пришло про www. Здесь рассказаны сайты, которые так или иначе относятся к вебу. И они отсортированы по категориям Community Aggregated. В смысле, именно для веб-дизайнеров или... Да, да. Так, и тут даже Designer News есть наше любимое. Hacker News. Так смотри, отсюда вообще можно жить. Ну, как сказать, ты же понимаешь, здесь есть перечень. Это же не новости. Ага, то есть тебе надо заходить, чекать. Это просто ты, да, вот я на CMS зашел и здесь есть ссылки на Drupal, Joomla, Ghost, WordPress, то есть здесь просто перечень CMS-ок популярный. Но поиска нет. То есть на вот этом ресурсе нет реально поиска. Там вот справа есть лупа. Давай, давай. Давай. А, черт, поиск есть. Ювеб-дизайна нет. Вот, я помню, что меня... Ну, это я согласен. Это уже... Это вообще... Такое не надо. Видишь, и... да. А как жить с таким ресурсом, где нет ее обязательно. Окей. Значит, чё, чё я думаю? Я дожать просто хотел, потому что, ну, это не тема прям. Ну, наверное, это круто. Наверное, это круто. Если вы хотите, user experience, user behavior. Мне нравится, как сова, моргает. Да, да, она крутая. Кстати, с помощью чего сделано? Ты, кстати, слышал. Не иначе, как SVG. Да, так точно, SVG. Так, и у нас следующая новость про плагин про счета. Нам предложил Дима Минка. Говорит, что vplift.com порадовал вот такой новостью. Хотя vplift.com радовать не может по определению, потому что... Lift me up, lift me up. А чё это такое? Да ничего, это такой странный сайт, на котором всё красное, с которым мне хочется выйти сразу же, как я только зашёл. Мне кажется, это мультипепус тема какая-нибудь. Ну, да, да. Полный мультипепус. Мне ещё кажется, что я сейчас куда не нажму, у меня будет баннер с маккипером каким-нибудь. тебе именно красное пугает. Меня вообще всё здесь пугает. Обилие рекламы, вот этот фиксит, форма подписки на рассылку. Вообще, тут на самом деле это страшно. Это страшный сайт. Так, и чё? У них есть купоны, кстати, чтобы ты понимал. Хочешь что-нибудь купить у Tesla Thames, можно у них взять купон на 20% скидку. А так, а на Dot-ку у них есть, там на шапке, на что-нибудь? На Team Fortress, да. Ну, тут это странный какой-то сайт, но я так понимаю, он довольно-таки просматриваемый. У них 30 тысяч подписчиков у рассылки. И чё они хотят сказать? Так вот, они нам имеют сказать. Сервис для квитанции с интеграцией на все популярные e-commerce площадки, но многоточие, имеет кучу разных инструментов для повышения взаимодействия с клиентом. И лечение продаж, самое главное, всё это бесплатно. В общем, стоит обратить внимание. Мы обратили? Я вчера обратил. И действительно, по умолчанию, бесплатная тема, которая на почту после продажи с WooCommerce, кстати, работает. Вот, кстати, Shopify или... Нет, ладно, я не буду сейчас утверждать, может быть, это не WordPress-овские уже платформы. Shopify, это, по-моему, вообще software is the service. Ты туда заходишь, заводишь там uwebdesign.shopify.com и у тебя уже есть магазин, ты его сразу наполняешь и с дефолтных тем выбираешь. То есть, это такой интернет-магазин-сервис. Ну, так вот, работает с WooCommerce после покупки на почту отсылается красивый счет, рецепт хотел сказать. Так, и чё? И он конверсионный, то есть, там еще в конце ваш счет, вау, вот вам еще купон на 20% скидку на следующий заказ. На боулинг. И вообще, спасибо, что вы такой охренетительный, все зелененькое, красивенькое. То есть, там, видишь, дополнительно, а как вам, кстати, было наш experience, там, ну, огромное количество всяких фишек. Так. Причем, у них здесь есть страница pricing, которую мы ожидаем, как бы в таких вещах. И там сказано, receiptful is free. Вау, супер. Ну, не, ну, ниже должно быть что-нибудь забавлено. Не может быть. Completely free. Ну, не, ну, а чё, вообще всё? У них даже custom API, которым ты можешь цепляться и свое что-нибудь добавлять. Completely free. Супер. Сейчас, секунду. Так. Но дело-то просто в том, что не completely free, это я тебе уже говорю, я вчера прорыл. Рогом. А, да. Они здесь сказали где-то, 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 где-то здесь. Что, типа, на самом деле они продают вот те инструменты, которые добавляют маркетинга и вовлечения, которые, типа, вот вам купон и всё вот это, вот это всё надо докупать. Не, ну, а какой completely free? Ну, вот. Это не обман. Это так вот. Это маркетинг. Да, это не обман, это маркетинг. Точно. Это в цитатах. Так вот. То есть, по умолчанию у тебя просто красиво свёрстанный счёт тебе на почту прилетает. А все свистелки, перделки добавлять и выбирать их это всё уже только за бабки. Ну, понятно. Я понял. А знаешь, что, короче? Ты думаешь, что у нас, типа, закончились новости? Нет, я помню ту самую, которую мы, типа, рассмотрим сайт. Так, причём, я вот сейчас перед этим предисловие для наших девочек и мальчиков, для молодых аудиторий по-любому не знают. Вот, по-любому не знают. Есть такой сайт lastfm.ru Я даже вот в инкогнито режиме его открою. Он last.fm или как? Да, last.fm. Да. Это такой сайт для любителей музыки, так скажем. И вы можете с помощью него и даже каких-то приложений на телефон и на... Хотя на телефон не знаю там, как работает, но на ноутбук на ваш поставить и скроблить, так скажем. То есть телефон тоже с какого-то момента стал более-менее нормально работать. Да. Считывать музыку, которую вы слушаете. То есть реально. И она вам будет вся падать в ленту, в которой, типа, которая вам будет потом советовать. А я слышал, вы слушали там то-то. А тогда ещё послушайте вот это. Ну, это, во-первых... Я удобно. Кстати, LastFM купил CBS Interactive, чтоб ты знал. Ё-моё. Я вот не знал. То есть они тут медиа наворачиваются. А ещё здесь почему-то ссылка на GameSpot. Вот просто, просто сквозная ссылка в футере на GameSpot. Ну это для повышения просто этого. Слышишь, повышение. Где ссылка на бету? Я не могу её найти. А ты думаешь, что ты хотел в блоге? Короче говоря, они очень старые пацаны и у них был очень старый дизайн давнишний. Ну да, да. И сейчас они его типа переделывают и есть ссылка, ну не есть ссылка, а вот сделано beta.lastfm. Ну и почему-то меня редили... А, вот нет. Нужно просто с него именно зайти. Язык твоего браузера русский. Можешь использовать русский интерфейс. Ну у них здесь везде хренька, что типа вы используете там бета-версию, отправляете нам отзывы. Здесь через cbsi.force.com I like it. I don't like it. It's broken. It's broken. Что нового? То есть ты можешь просто зайти и почитать. И не можешь. Они полностью требуют от меня захода. Самое главное, что? Мне как-то раньше нравилось тут именно я назову это слово зависать. Было прикольно. Ты заходишь, смотришь, какие у тебя там похожие, какое-чего. Ну прикольно это как-то, я не знаю. Там даже можно было новости узнавать, что там у тебя группа может сейчас, не может. там и так далее. Как-то это было. Потом как-то это все ушло. Топ-исполнитель в данный момент на Last.fm Рианна. Ну, верю, Coldplay. Ну, вот по-моему всегда было Radiohead, Lady Gaga, но как Рианна здесь появилась, непонятно. Major Lazer, ё-моё, я думал, это практически инди. Нет, какой это инди? Ну, в смысле, не то, чтобы сильно инди, но, тем не менее, Эли Голдинг. Слушать? А здесь можно слушать или нет? Я не уверен, что там же было 30 минут или сколько там. Вот 30 минут это если ты ставишь себе скроблер и через него слушаешь Last.fm Radio. Самое главное, смотри, ты можешь у исполнителя узнать, какие самые топовые прослушиваемые песни можешь просто составить свою как бы оценку о исполнителе, грубо говоря. Причём, здесь лучшие композиции какого-то хрена упорядочены не по количеству прослушиваний, а по какой-то странной метрике. По свежаку, может быть, я не знаю. Я тоже вижу, что... Ну, окей. А как новый трек с Келлином Харрисом называется? Не помню. Подожди, сейчас. Ну, тут он должен быть сто процентов. Видимо, он значится не как Эли Голдин, как Эли Голдин и Харрис. Причём, да, ты мне как раз напоминаешь про то, что очень же прикольно было там теги все расписать. У тебя там всё классно скрохлится, вся библиотечка там всё составляется. Короче, круто. Ну, если да, это на самом деле, если ты запариваешься, то это было прикольно. Ну-ка, адаптивно теперь всё? Ну, по идее, должно быть. Потому что, если это сейчас минималистично, на самом деле, очень мало всего, только Яху реклама, Гугл реклама. Совсем мало. Да, так. Вот этот вот футер, хедер такой, типа прозрачный, но не прозрачный, ну, почти как в Твиттере, да? А я не знаю, у них же, наверное, у Ласт ФМ супер какой-нибудь конкурент, типа, как Spotify или как его, чё-то такое. оно же всё, понимаешь, там подписочные сервисы, что Spotify, что Pandora. Не, для американцев это какие проблемы составляют? Никаких? Не, вообще никаких. Я просто к тому, что Ласт ФМ у них, типа, какие-то умные алгоритмы, но на самом деле нихрена они не умные, если они нам песню с Келленом Харрисом не могут подсказать, как называется. Я пытаюсь вспомнить, не могу. Так. Тоже не помню. Ну, ладно, видимо, не судьба. Короче говоря, Ласт ФМ обновился, хей-хей, пишите в комментариях, если вы его используете. Давайте ссылки на свои профили вместе поржём. Ну, всё так. Надо, в принципе, да, заканчивать. Это были Ювеб Дизайн. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в ВК, в Фейсбуке, в Твиттере. Ты не ошибся, не УВД Геймс? Нет, в Инстаграме. И ставьте нам, слушайте нас в iTunes, кто слушает в iTunes, в метро, на работу, я всё вот это выучил уже, где нам говорят, нас слушают, вместо YouTube, на котором всё красиво и здорово. И описание есть нормальное. Ну да, вы можете слушать нас в iTunes, оставляйте нам там отзывы, ставьте звёздочки и увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока.